Hello everybody, на плохом канале и на плохом канале сегодня очень-очень-очень важный ролик, ребят, про работу ABS. Те, кто меня давно смотрит, знают мое отношение к ABS. Те, кто еще не подписан, подпишитесь, колокольчик нажмите, все такое. И тут мне попался ролик одного известного мото-блогера канадского. Вот такого, я думаю, вы увидели уже, если вы смотрите что-нибудь про мотоциклы. И оно, на удивление, совпало с моим представлением об ABS. Единственное, что это он изложил очень технически, со всеми примерами, разжеванный, как обычно, в своей такой театральной манере. И я решил это дело перевести. Почему я думаю, что ABS настолько вам интересен? Все достаточно просто, так как я занимаюсь много лет мотоциклами без Америки, доставкой, да, вот мои контакты, кстати, да. Телега, пожалуйста, WhatsApp, телефон. И достаточно часто вы спрашиваете о ББС, чтобы мотоцикл был с ABS. Почему это вызывает много обсуждений после этого? Просто в Америке ABS не обязательно. Это в Европе обязательно. Поэтому Махардец, он встречается даже на совсем новых, ну, как бы, ну, не всегда. Вот, и для некоторых это такое, как же так? Вот, и мы вступаем в такие длинные дискуссии. И не бойтесь абсолютно задавать всякие вопросы. Люди задают абсолютно любые вопросы, если не представляете, что могут задать, как бы я уже там к всему уже давно привод. Удивить, я думаю, что у вас у меня не получится с вопросами. Так вот, все дело в том, что я езжу на мотоциклах, ну, сколько, я проехал где-то порядка 200 тысяч километров. Решил карту нарисовать, где я был. Вот, как это выглядит, где я был на мотоцикле, именно, ну, как бы проезжал на мотоцикле. И вот за все время езды мне, как-то, вот, даже мысль не приходила в голову о том, что нужен какой-то АБС. Вот. И, как бы, я людям обычно объясняю, что вот там тыры-пыры, вот там мотоцикл тормозить, ля-ля-ля. И вот человек изложил, ну, на мой взгляд, достаточно просто вот эта вот идея. Почему АБС в мотоцикле увеличивает тормозной путь? Вот такая интересная история, да. Не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь. Посмотрите ролик до конца и поймете, о чем я говорю. Если коротко, совсем. Для тех, кто не хочет смотреть до конца, ну, как бы, вы хотите посмотреть до конца. Ну, как, урок, кстати, не такой длинный. Есть автомобиль. На автомобиле четыре колеса. На четыре колеса распределяется АБС, только на каждое колесо отдельно, вот, да. И одна, одна педаль тормоза. Вы на нее нажимаете, вот, и все четыре колеса вот с таким вот пятном контакта у вас тормозят. Окей, все супер. На мотоцикле два колеса. Вот с таким пятом контакта полукруглый. Однокей, кто-то едет на автомобильной резине. Это отдельная история. Но на мотоцикле два тормоза. Два. Два тормоза. Два. Не один. Вот. Поэтому, когда вы нажимаете на передний, как на автомобиле, как будто видите на автомобиле, вот, собственно, вы и блокируете. Надо нажимать два тормоза, еще понимать как. И тогда, когда вы научитесь пользоваться вот этими двумя тормозами, вам никакой АБС вообще не понадобится. А если вы будете ехать, если ты коротко просто пересказываю ролик, а если вы будете пользоваться как тормозами на мотоцикле, как на автомобиле, да, то есть будет вот такой вот длинный тормозной путь. Так что АБС вас не спасет. Вот такая вот история. Мне она очень понравилась, как человек это делал и сказал. И вот просто вот вообще, просто на всех примерах. Смотрите, да. Привет! Эта хода оснащена современной системой АБС, так что забудьте о проблемах с торможением. Просто нажмите на педаль, и компьютер становится мотоцикл быстрее, чем успеть сказать Фабио Картнереро, Матагочи по прозвищу Эль Диабло. А то, что сейчас произошло, это вообще скандал какой-то. И вы мне сейчас не верите, верно? Поэтому я уговорил профессионалов все объяснить. Я Райан Остин, сержант полиции в отставке, следователь под УТП. Я не вижу никаких следов заноса тормозного пути, часто встречающихся при аварии на мотоциклах. Именно в 80% аварийных мотоциклах, когда они попадают серьезные аварии, не тормозили вообще или тормозили только задним тормозом. Мы видим это в тысячах авариях. Это звучит смешно. Каждый мотоциклист знает или должен знать, что передний тормоз имеет большую тормозную способность и будет использовать больше переднего тормоза, когда просто ездит каждый день. А так, когда мы попадаемся в критической ситуации, мы все путаем, когда может быть столкновение. Единственный вопрос заключается в том, когда это произойдет. И тут происходит следующее. 80% из вас сожмут передний тормоз со всей дури. И мы хотим остановить это, блин, колесо в конце концов и жмем тормоз, как педаль на автомобиле. А скорость не является причиной большинства аварий на мотоцикле. Причиной является неумение тормозить. Вы могли бы ехать хоть 200 км в час, ни во что бы не врезать, если бы умели правильно тормозить. Но с чем АБС прекрасно справляется? Вот прям профессионально. Давайте как бы сравним АБС автомобиля с мотоциклом с АБС на мотоцикле. Нам надо затормозить это чудовище. Сравнение с мотоциклом. Вот огромная, с четырьмя колесами такая хрень. У нас есть комбинированный пяток отакт на четыре колеса. Больше, чем даже мой комплексный полноценности. И есть всего одна дебильная педаль тормоза и включение торможения на всех четырех колесах. Имеем четыре канала системы АБС. С каждым колесом индивидуально работает для снижения максимального эффекта. Даже вообще никакие водители смогут затормозить. Это вообще без проблем. А на мотоцикле у нас что? Окей, окей, сейчас мы попереди тормоз протестируем. Все. Но вы будете уверены в том, что я говорю, когда поймете, как работает тормозная машинка, когда есть АБС. Нормальное торможение, первая стадия, когда в обычном торможении, используя рычаг тормоза, вы ставите давление тормозном шланге, который давит на поршень, тормозные колодки смыкаются. Вторая стадия, когда экстренное торможение, когда у вас есть АБС, датчик скорости считывает информацию на колесе, насос АБС блокирует верхний электромагнитный клапан и рычаг тормоза оставляет давление в тормозной системе таким же, какой оно было. В третьей стадии АБС открывает нижний электромагнитный клапан, позволяя тормозной лидкости идти обратно и активно сбрасывает давление, пока колесо снова не начнет ускоряться и тормоз фактически блокирован. Электромагнитный клапан работает офигенно быстро, наш модуль управления АБС может циклически переключаться, все три фазы выполняются за одну десятую долю секунды, и чем быстрее человек может понять, что надо вообще тормозить. Так что насчет АБС-то? Когда мы нажимаем на педели заднего тормоза, вот у нас есть АБС, а и каждую долю миллисекунд у нас сбрасывается давление в тормозной системе. Но когда вы поедете на мотоцикле без АБС, у вас не будет этих прерываний при торможении, вы тормозите быстрее. С чем знаком каждый канал? Я просто холодная. При торможении на льду ваш тормозной путь с АБС будет очень длинным, а мотоциклы при торможении сильно напоминают старые автомобили на льду. При этом переднее колесо на переднем переднем больше напряжения, поэтому сцепление с дорогой минимальное. А мудрость при критическом торможении гласит в том, что нужно мягко, а не сильно давить на рычаг тормоза, потому что вы можете сблокировать переднее колесо, вы теряете сцепление с дорогой заднего колеса. Используем передний и задний тормоз, включенный АБС, по сравнению с торможением без АБС. Происходят две вещи. Вначале ваш АБС принудительно приходит к третьей стадии, чтобы вы не сблокировали переднее колесо. А в последний момент АБС переходит в кризисный режим, чтобы производить блокировку колеса. Мы видим, что люди могут сделать то, что не может компьютер. Например, мы можем предсказать, что мотоцикл будет терять сцепление с дорогой, и насчет переноса веса мы можем подумать об этом, и сделать не одно, а два нажатия тормоза, переднего и заднего. Тогда как система АБС реагирует только на реакцию. Компьютер должен увидеть проскальзывание, прежде чем он сможет выполнить регулировку, когда человек может взвесить последствия своего манера. Я скорее выберу сделать стопи, чем влететь в автобус. Я с радостью это сделаю, когда как система АБС всегда дает приоритет управляемости. Они жертвуют тормозным путем напрямую. Я могу себе позволить эти ошибки при обычной езде и даже уходить в управляемый занос, но не в тот момент жизни, когда происходит аварийная ситуация. Именно поэтому АБС является статистическим доказанным спасением при ежедневном использовании. Я бы никогда не рекомендовал его отключать, но... Вам обязательно надо знать, что третья стадия торможения АБС это гораздо хуже, чем уйти в ЮС при критическом торможении. Надо избегать третьей фазы и работать только в двух фазах торможения АБС. Тогда вы можете достичь почти лучшего торможенного пути в включенном АБС. Тридний статистический мотоциклист сорвется в ЮС на заднем тормозе, но можно научиться интуитивно комбинировать передний и задний тормоз, не резко нажимать на тормоза и вы не попадать в третью стадию торможения АБС. Тогда тормозной путь будет предсказуемым, но тогда зачем нужен АБС? Тренируйтесь, спасите свою жизнь, даже когда у вас есть АБС на мотоцикле.